Volkswagen провёл премьеру небольшого купеобразного кроссовера Nivus. Это разработка бразильского отделения марки, но со временем модель должна стать глобальной. То есть, теоретически, Nivus может появиться и в России. По длине паркетник сразу на 16 сантиметров превзошёл своего ближайшего родственника, европейский T-Cross, а по высоте оказался похож на обычную легковушку. И вообще, называть этот Volkswagen кроссовером несколько опрометчиво. Так, в плане клиренса он превосходит хэтчбэк пола всего на сантиметр. Полного привода тоже не планируется. Заявлена лишь электронная имитация межколёсной блокировки. Отказ от трансмиссии 4х4 вынужденный. Он продиктован самой простой конфигурацией шасси. Спереди стоят стойки Макферсона, а сзади полузависимая подвеска, с которой трудно поженить ведущие колёса. В основе Нивуса лежит свежая версия архитектуры MQB A0. Под капотом прописался литровый турбомоторчик на три цилиндра, который может работать или на бензине, или на этаноле. От механической коробки передач решено отказаться. Заявлен только шестиступенчатый автомат. Одновременно с седанами и универсалами пятой серии компания BMW обновила и родственные им хэтчбеки Гран-Туризма, которые формально включены в состав шестой серии. Поэтому изменения тут практически те же, что у пятёрок. Обновлены фары, вытянулись вниз ноздри радиатора, подправлены бамперы, а палитра пополнилась семью новыми цветами. В интерьере новый руль и кресло, изменена обивка сидений, улучшено оснащение. Например, цифровая приборная панель включена в базовую комплектацию, а у медиасистемы новая операционка. Напомним, что центральный экран минимум 10-дюймовый, а за доплату ставят более крупный экран на 12 дюймов. Двигатели почти те же, что у пятой серии. Чего у GT пока нет, так это подключаемых к розетке модификаций. Зато все хэтчбэки стали мягкими гибридами. Стартер-генератор помогает на разгоне 11-ю дополнительными лошадиными силами. Доработан и восьмиступенчатый автомат. Продажи машин в России уже начались. Мощность некоторых версий адаптирована под наш транспортный налог, а гамма заднеприводных версий урезана. Почти все моторы поставляют только с полным приводом.